Отлично, мы в записи. Значит, итак, поговорим о сионизме. Ну, значит... Как мы помним, Равиланский Талмуд, ну, вообще Талмуд развивается в двух центрах, да? Здесь у нас более-менее на севере, ну, условно говоря, на севере. Галилея, там, вот это все. И там у них, в Вавилоне, на Востоке. Да? Значит, один из этих районов формально является Земля-Израя, другой формально говоря, нет. Ну, Вавилон, собственно, и Земля-Израя ни по какому счету никакой. Вот. Теперь, значит, про это есть довольно много всего. В частности, вот классическая сионистская субья, это вот здесь. 110-й лист трактатов Туббот. Начинается она смешный такой. А коль маалин ле арец ле эрцес ле эльвен, а коль му циин. А коль маалин ле ушала, и мы на коль му циин. Значит, имеется в виду вот что. Значит, поскольку трактат Туббот регулирует брачные отношения, да, имеется в виду вот что-то. Вот мужчина женится на девушку, скажем, в Бруклине. И говорит, девушка, мы будем жениться, но только потом перейдем в Иерусалим. Мне обрезают. Ну, и что-то делать. Я не буду больше на тракте времени. Давайте уже это самое, да, это уже поучку. Ну, мы приедем в Иерусалим. Значит, он имеет право это сделать. Он имеет право это сделать. Он же, но в Иерусалиме. Говорят девушке, мы с тобой жениться, но уезжаем в Бруклине. Девушка имеет право сказать, ну, смотри, она может что-то хоть говорить, да. Вот они уже женились, допустим. Это самая интересная ситуация, когда они уже женились. Не имеет проблем. Да, значит, вот они уже женились, значит. Он говорит жене, дорогая, поехали в Иерусалим. Они могут сказать ему нет. Да, если она ему скажет нет, и останется в Бруклине, она будет, а, агуна, и б, если она будет разводиться, она не получит ни копейки. Она обязана семье. Она обязана семье. Это называется Аколь Мали. Все ввозят, как бы, ввозить можно всем, вывозить нельзя никому. Наоборот, если они уже живут здесь, и тетенька, и мужик говорит, поехали в Бруклин, тетенька говорит, нет, извините, дорогой, я никого в Бруклин к тебе не пойду, я оставлюсь здесь. И он должен выплатить ей все на копейки. Это, собственно, имеется в виду то, что здесь имеется в виду. И то же самое в отношении земли Израиля, Иерусалима и Иерусалима. То есть, как бы, если они живут там в Даршеве, условно говоря, хотя даже самая история про Иерусалим, Иерусалим начинает такое же место. Есть власть, как бы, перевести девушку из провинции в земли Израиля и Иерусалима. Вот такой вот сионер. Теперь, значит, мы перескакиваем по листу. Но у вас этого всего-нибудь все равно нет. Я этого не ксерил. Мы перескакиваем вот до этого места. Там дальше Мишна тоже продолжается. Там еще много всяких имущественных раскладов, чем он ей платит деньги. И в Демале они поначалу разбираются с каким-то процедурным вопросом. А дальше вот такая вот история. Человек должен непременно жить в земле Израиля. Даже если он живет в городе, где евреев нет. Сплошные эти. Например, в Шхеме. Ну, если бы он там мог жить без угроза для жителей, то да. И совершенно не должен жить за границей. Даже если это какой-нибудь там... Какое-то бывает... Какое-то место, где вот Хасидас от Москвы еще вот забыл. Переводил уже когда-то. Ну, в общем, вот кто-то из них. Вот, короче, даже если это город, в котором живут одни сатмовские хасиды. Он там жить не должен, потому что нет. А вот потому что... Потому что... Потому что... Да, считается, что у него есть Бог. А тот, кто живет в этом вашем Нью-Йорке... Вильямсбурге, точно он. А тот, кто живет в этом самом Вильямсбурге, хоть он сатмовских хасид, но Бога у него нет. Ну, типа нет. Мне даже прям совсем нет, но типа нет. Потому что сказано... Где там сказано такое? Сказано в книге Вейкра, ближай, к концу. Чтобы дать вам землю клау и быть вам Богом. То есть прием называется Экэш. Когда в одном стихе сваливают более или менее разные вещи. И нами признается, что они имеют непосредственную связь друг с другом. Я даю вам землю, чтобы быть вам Богом. Ну, понятно, значит, если мы живем в этой земле, значит, он есть нам Богом. А если мы не живем в этой земле, значит, он нет. Конечно, разумеется. Разумеется. Это мы как бы... Интересно, что вопрос у меня, кажется, от того, кто на уроке не хочет. Нет, это не в обиду. Это не в обиду. Я к тому, что мы много раз это обсуждали. В том смысле, что, конечно же, в Писании, в Писании речь не идет о том, что пока они там по пустыне ходили, у них не было никакого бомбы. В общем, такая логика происходит к тому, что просто вот местный Бог. На самом деле, да. В смысле, на самом деле нет. Как какой-нибудь бомб? На самом деле, конечно, нет. И это сейчас будет... Сейчас мы начнем с Талмудем тоже обсудим. Это, конечно. Это серьезная проблема, на самом деле. Не то, чтобы прям вот он нам сказал, вот я цианистский Бог, а больше ничего не Бог. Конечно, нет. И в Танахе, разумеется, это действительно не имеется в виду. И имеется в виду, да, что я ваш Бог. И поэтому, грубо говоря, даю вам эту землю, где вы будете жить. А не то же вы, вот уж изводите теперь жить на этой земле, а то вообще Зевсу поклоняетесь. Поэтому, поэтому Талмуд, собственно, тут же... Да, но по правилам Талмуда такая операция абсолютно нормальная, кошерная и правильная. В том смысле, что... Мудрецы вообще не стесняются, как бы, часто выражать очень-очень радикальные темы, да. То есть, как бы... Вот ты уехал, и сейчас у нас будет, сейчас будет самое интересное, потому что Талмуд, ребята, вавилонский, да, то есть это откровенный наезд в некотором смысле. Внутри самого Вавилонского Талмуда редактировано вавилонскими внутренними, которые сроду никогда в жизни не были. Это правильно, да, Раваш, его сотоварищи не посещали землю, даже туристы, поскольку. Даже по программе, как называется, на аллее, или там, 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 в общем, ничего этого нет. Значит, насколько мне известно. И это очевидно, и как бы... Они сами говорят сами про себя. Мы тут сидим, роды вавилонии. Они же там еще в какую-то политическую завороку, на чем, собственно, кончил Вавилонский Талмуда, они в какую-то политическую завороку, политическую завороку. Там какое-то восстание, то-се вот это. Это мы умеем. Вот. Значит, мы живем, хрен знает где, пытаемся им сменить монарха, да, или что-то вроде этого, или монарха там, что-то не на республику. Хваток там не было? Было бы там, всякого хватало. Ну вот. А же на самом деле, и мы думаем, что мы дико умные, что мы тут все знаем, там, ну тут пишем, а на самом деле Бога-то у нас нет. Ну, по крайней мере, так вроде вот, мы сами находим, находим такую брайту. Брайту написано, нету Бога. Так, но тут, тут значит, разум возмущен совершенно кипри. Он говорит, веколь, вадар бахута л'Арц думай кеми, ше ин ло Эллоа? А, ну, веколь, ше ину дар баарец, эйн ло Эллоа? Да? Как же может быть, что каждый, кто не, всякий, кто не живет в Израиле, он не знает Бога? Эллоу марлеха, коль а дар бахута л'Арец, киилу у веда вода зара. Давайте, все-таки, на порядок снизим, как бы, на уровень снизим, снизим, градус ориентации, да? То есть, как бы, элло-эллоа, ну, это, как бы, действительно, странно, как в львяной Боге, мы, вот это, вот, Бог есть всегда. Но, хорошо, давайте считать так, тот, кто живет, не живет в стране, он, он как будто идолопоклонник. Конечно, радость небольшая. Психологическую проблему это нас несколько, несколько разрушает, а психологическую вовсе нет. Да? Потому что, опять же, мы-то думаем, что мы тут самое главное. 100%. Мы говорим, что там процесс жизни, как идолопоклонник. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что, аргументация, «Во кен бы Давид, он умер, ки гиршуни айом мистапеах бенахалат хашем, лямор леха авод эллоим ахерей». Прямо сказано, когда Давид, когда Давид, в смысле, разочаровался, ну, Шауль его гонял там по пустыне туда-сюда. Ну, помните, помните эту историю, да? Давид вроде бы как царь, а вроде бы так и нет. На самом деле, на царском престоле все еще сидит Шауль, он его гоняет по пустыне туда-сюда, и Давиду как бы ничего не остается, как с верной дружиной перейти как бы границу. Не то, чтобы очень далеко, не прямо скажем, не в Нью-Йорк, а в Шкелон. Шкелон тогда был в Филистине. То есть, он эмигрирует в Филистине. Опять же, Кириадган буквально. В Бершево Кириадган. Но это уже считается как бы не совсем земля Израиля, потому что там живут земли. И он говорит, вот выгнали вы меня из страны, не дали присоединиться к делу Господню и заставили служить другим богам. Боже упаси, не хотим сказать, что Давид действительно поступить в Филистине. невозможно сказать такое, правда? Хотя он, конечно, был мужик отчаянный. Вот. Я когда-то, признаюсь, когда я был несколько моложе, я играл на театре. Я просто играл в шектакле «Поздравляю Мишты», который был посвящен, собственно, книге «Шмой Радов». Там происходил вся эта история книги «Шмой Радов». Я был там главным виначерком, я все на динамо наливал. Вот. А Давида играл Гид Копович. Ну, замечательный такой, что он дописан. делал было еще в 21-м году. Вот. Он, когда все вот это происходило, он говорит «Ани Митплаштетт». И вот, значит, Давида Митплаштетт и соответственно, да, мы не подозреваем, ну, паси Бог, мы не подозреваем его реально в том, что он возносил возлияние до Гонвеля кому там было принято. Но тот сам факт, что он переехал с Горшевой Ягар, заставляет нас, заставляет его говорить, что он как будто бы уже служит Иисусу. Да? Перейдя эту границу, тогда понятно. Да, 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 ага, а он и на имя. В ки ми амар воль Давид лех авод и махари. Да? А разве кто-то говорил Давиду «Иди и служи другим богам». Но это говорит нам, что всякий, кто живет за пределами нашей земли, как будто бы служит других богам, как будто бы служит едом. Вот. Теперь начинается самое интересное. Это такая сухая теория, так сказать, а сейчас начнется сугубая практика. Вот живут евреи в Вавилоне, да, и вот слышат они все это. Ну, они же понятно, они умные евреи, все эти брайты, как бы, они наизусть знают и наской свете. Что же они делают? Все, ну, так, мы так себе представляем, да, сразу, значит, встают, поют о текву и в это самое и отправляются на запад. А вот и нет. Раби Зейра калерические против этого вашего сионизма. Вот. И поэтому Раби Зейра коммештамет, он, он как бы ускользает от него, он не, грубо говоря, он не, не выполняет формального прощания, он не выполняет своего долга ученика, да, когда он, когда ученик отбывает, как бы, от учителя, он должен попрощаться с ним, там, несколько раз планет, оставить, ку там, и все, вот это вот. Значит, а учитель должен его отпустить. Теперь, Раби Зейра понимает, что Раби Юда никогда не отпустит. Сейчас поймем, почему. И поэтому он увиливает, он как бы, он пытается стараться попадать ему на глаза и сваливает тайно. Он действительно приехал на Терминии. Надо сказать, что это действительно довольно интересный тайм, сейчас мы еще посмотрим. Половина тех, а то и более, а то и две трети тех, про которые, про которые мы думаем про как просто губах мудрецовых из Израиля, это, собственно, иммигранты из Лавилона. Личные иммигранты, не третье поколение, а личные иммигранты. Илею, например, но Илею-то это был одиночком в период одиночек, а вот в период ранних Абраим, кроме Раби Йокуна, на все остальные почти Ира Ишлаки, как только применять. Все остальные практически это иммигранты. Улим Хадашин, как сказать. Раби Зейра в том числе. Раби Зейра приехал. Он поэтому и называется Раби Зейра, титул Раби давали только здесь. Они не имели права. Вот. Поэтому он так и называется. Раб. Раб. Как правило, Раб. Ну или просто так. Вот. Поэтому он Раби Зейра, а учитель его Раби Йуда. Раби Йуда никогда не был в Израиле. Зейра потом приехал, доживал, остаток своей жизни дожил в Израиле. Он стал известным ученым еще там, а здесь уже состоялся еще больше. Значит, Итак, Раб Зейра Гава ка миштамет менед Раб Йуда деба лемеса клея от Исраиле. Деамар Раб Йуда кула олеми бавэ лец Исраил овер ба ассе. Шенэмар бавэ ла яву ва шам ию ад йом пагди утам наум наум ашем. Да, вот это цитаты я бы посмотрел. Значит, Раб Йуда говорил так. Всякий, кто эмигрирует из Вавилона в Израиль приступает к заповеди. Приступает к повелительной заповеди. Повелительную заповедь какую? Вот это написано в книге Ирмияу Кавзань, если не ошибаюсь. О, отлично. А, у меня в русском написано. А, отлично, точно, правильно. Там у меня 22. Значит, он говорит, кипо ама ашем цву аот рей Исраиль. Аля келим ганутарим бет ашем у бет мек Иуда в Рушеване. Бавэлая вову шам айю. Агъем пагди утам наум ашем вэй литим вэй швитим ээ амак умазу. Понятно. Происходит общее разрушение. Виланяне сжигают храм, забирают храм и про храм говорится, что они уйдут. Что Бог сообщает пророку, что они отбывают Вавилон и будут пребывать там, пока Бог не вспомнит. Они их не призовет. Другая до прихода маше. Под утварью равью да, понимает и... Слова по приходу маше это поедет. Нет. Но когда они говорят адьом пагды ашем адьом адьом пагды и вот там всем понятно. И равью и ракзей 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 пока сам Господь их чудесным образом не призовет. Да? Хорошо, а у тебя какие версии? заводил нас по пруэту и разум соответственно следствием кодом ашема. Поэтому я не думаю, что вот следующий твой этап это тот. Может быть вот это вертся дальше хорошо, может быть, но неважно так или иначе мы сейчас говорим о некотором сверхъестественном событии. Отдал, отдал. Секунду. Секунду. Мы сейчас даже не совсем об этом. Сейчас о том, что ракзей и ракзей считает, что эти филим это на самом деле люди. Это евреи. Те евреи, которые вы тут же спросите, а что с евреями, которые на Эзра и так далее. Вот их Бог призвал. Я думаю, что если бы Равни иуд или вот это все. Их Бог призвал. Совершенно явно. У нас даже в Танаке написано. Эта книга Эзра, она не просто где-то там какая-то цепь. Их Бог призвал. Они уже пришли, а мы теперь должны здесь жить до второго пришествия. Они должны жить, пока нас Бог не призвал. Не, не, не обязательно знать. Хорошо, я готов согласиться. Не обязательно приход Машеха. Не обязательно приход Машеха, но я подозреваю, что в это время, как и сейчас, они все понимали, что история заканчивается. Уже совсем сход. То есть никаких новых вот этих вот. Танак закрыт. Это важно. Танак закончился закрыт. То есть никаких событий, достойных описаний в Танаке больше не произойдет. единственная катаклизма, так сказать, положительная катаклизма, которая произойдет, это именно приход Машеха. Так мне кажется. Я не готов это утверждать прямо сейчас в книгах в Европе, но ощущение такое есть. По крайней мере, ощущение такое у нас, по нашим современникам определенное есть. Вот, Ань, вот ты лично себе представляешь, что сейчас явится Бог и скажет, ребята, евреи Нью-Йорка, вы тут заждались нас в изгнании, в Машех пока не приходят, извините. Ты это хорошо себе представляешь, да? Или там русские евреи? Где кто сказал? Где этот Бог, который сказал? Непонятно. Непонятно, нет. Нет, вот я вот в таком ровно смотрю. Извини, Анька, извини, Анька, но нет. Вот в том-то и дело, это и есть спор, даже не Раби Зейрос, Раби Удовый, а сейчас увидим. В общем, это про наводнение, да? Вы могли с тобой тревогу взынул. Но это не в этом. Не в этом смысле, привитажникам, присаживисты. Причем здесь лодка? Причем здесь лодка? Лодка, лодка тут лучше, если ты не будешь сидеть на проходе, тут люди иногда входят туда-сюда. Вот есть даже трактат такого вида, а есть еще много вся по-другому. Вот можешь все вот это вот взять, вот мы следим обычно вот по этому, потому что, а там есть еще русское. Смотри, может это непринципиально видеть? Не, я думаю, все это да, в принципе, давайте поставим это на место, и поэтому дальше, потому что дальше там про то же самое будет. Понимаешь, понимаешь как? С точки зрения Рава Ю, мне кажется, я опять же, сейчас поддержать я это не готов, кроме как дальнейшим ходом судьи. Дальнейший ход судьи нам немножко расстроит глаза. на мой взгляд, позиция Рава Юта такова. Мы сидим здесь на своей попе ровно, пока не раздастся конкретный небесный голос и не скажет евреи Вавилона, вы свободны. Может быть, мы можем себе на секундочку поколить, что это будет неприхода. Но пока, насколько я понимаю, вот если бы Рава Юта жил сейчас, он бы сказал, за последние две тысячи лет какого не было. И мы, евреи, должны продолжать жить в Вавилоне. Я думаю, что так бы сказал Рава Юта. То, что произошло за последние 150 лет, это, конечно, очень важная вещь, но это как раз подпадает, это нарушение тоже. Это с точки зрения Рав Юты еще. Раби Зейра говорит, и, возможно, даже с точки зрения Раби Зейры. Сейчас посмотрим. Он говорит, вы Раби Зейра, А что думает Раби Зейра по поводу этого же самого стиха? А у Бакли Шагет Экси. Он говорит, ну там же написано про утварь. Ну вот про утварь написано. Да, люди тут ни при чем. Воровью, да, да, но ведь и Рави Ют, это тоже написано про утварь, вроде как он тоже как-то умеет на это отвечать. Он говорит, Кра Ахрина. Воровью, да, актив Кра Ахрина. Есть же и другой текст. А текст такой, из довольно неожиданного места текст. из Широ Шири. Из Бати от Хэмб Нот Ирушалай Батс Ваот Байот Асад Вэгум Анька, подскажи мне 2.7, да? Заклинаю я вас, Шири и Русалимские, Газелями и Сердами, или как Газели и как Серен, не будите, не пробуждайте любовь, пока она не пожелает сама. Значит так, Широ Ширим, как мы знаем, у него нет пшата, я уже говорил, по-моему, про это, рассматривайте его как эротическую поэзию бессмысленно. Ну, с точки зрения мудрецового. Я считаю, что это такой некрометфорический текст об отношении Бога и народа. Что говорит, собственно, эта метафора по поводу этого стиха? И тут Раби Зейра и Раби Иуда абсолютно согласны как-то. Да? Ну, кто такие Бнот Ирушалай? Ну, держу ясно, да? Это евреи, которые находятся в изгнании. Бессмысленно. Бессмысленно. А что значит заклинать? Ну, Бога заклинает нас, понятно. Что значит это значит, что пока Бог сам не проснется и не проявит свою любовь, мы не должны его пытаться будить. Что это значит для нас практически? Не так выграем. С точки зрения Раби Иуды. Абзейра говорит иначе. Немножко. Раби Зейра Ау Шилой Алуй Саэль Бахума Зейра говорит так. Ну, сианизм мы, конечно, гневно обсуждаем, потому что есть резолюция ООН и сианизм и фашизм и вообще, но один из девяностей евреи Раби Зейра может приедуть в Саэль. Бахума не может. То есть все евреи договориться вместе и сказать мы сианисты приедем в Израиль вместе как движение как у Бахума. Не можем. Этому нас заклял Бог к ней подчеркивает Широ Ширин. Вот. Значит, мы должны из вот написанного Широ Ширин понять, что никакого сианизма в строгом смысле этого слова ни в коем случае быть не может. А отдельные продвинутые интеллектуалы могут приехать, могут в Израиль приехать. как Одинокий. Это так говорит Робзейра. Да? Не приехал в Миллион продвинутые. Нет. Миллион продвинутые. Нет. Нет. Вот тут, Рина, я считаю, что мы нарушили эту кляну. Если ее так понимать. Эта кляну, конечно, была нарушена. Потому что было организованное движение. Было организованное государство. Мы приехали в Миллион. Вот когда там 150 лет назад приезжали Одинокий, когда приезжали одиночки. Начиная с Первого Сионистского Конгресса, я ведь обвиняюсь в больших словах, вот, все, кто приехал, приехали. Алука Хума, да, Хума, это не как бы то, что там они приехали все, все, все полностью. Вот давайте посмотрим, что пишет Рашик. Кстати, если он вообще пишет про это дело. Не, не пишет. что он не пишет. Сейчас. Шоуя лубл хума, Рашик Мефарэш, гяхад, би ют хазакан, гиди, это он, пипец, мефарэш, не панят. Значит, Раши, на мой взгляд, адекватно говорит, что евреи не должны вот именно договариваться и все вместе приезжать. На это распространяется эта клятва. Это, я, кстати, совершенно не случайно, это основа антисионистской хоридивной полемики. Вот эти вот клятвы и заклятия, это основа антисионистской хоридивной полемики, почему сионизм не кашляет. Вот, теперь Маршо говорит, что речь идет о технических подробностях, что не надо строить там вот стену, например, вокруг города, пока нам не вредит, что власть не вредит. Это дальше будет в этом. Значит, итак, Ваузыра, да, секундочку. Вравьюда. Вравьюда. Ишбати Ахринак, типа, он говорит, аравьюда что на это скажет? Да, действительно, Соображение Раби Зейры резонно, да, чтобы они, что это клятва, это заклятие относится к массовому, как бы... Раби Зейры не массово, он один такой. Вот. Вот. Вравьюда на это бы ответил. Он не ответил, потому что они не встречают, да, они нарочно избегали этого спора, там, в начале сказали, да. В смысле, что этот спор реально, собственно, выйти не могло, да. И Раби Зейры нарочно, как бы, его не заводил. Значит, а что бы сказал Рабьюда на это дело? А он сказал бы, там же не один раз такое написано, там еще раз такое написано. В Шираширим еще один или два раза еще. В Раби Зейра, а и что теперь на это скажет Раби Зейра? Хауми баэли, лекедраби Йоси, браби Ханина, даймак, шлушашу у талалу лама. Там есть три раза, три раза вот это вот, это вот, это вот, это вот заклятие в Ширашириме. А чем это, Тереза Клец? Одно. Одно. Ну, собственно, создание варжавского где-то было преступлением со стороны воев, а восстание варжавского где-то, я дик извиняюсь, было преступлением со стороны Израиля. Что? Они первые война начали. Они, конечно, начали первые. Тут сомнения быть не было. Ну, есть одни. Вот. То есть, еще, первая клятва, заклятие по поводу, Бог заклинает Израиль, чтобы они не входили в землю толпой, да, стеной. И второе заклятие, он заклинает Израиль, чтобы они не бунтовали против властующих над ними, имеется в виду народов. И третье заклятие, это он заклинает, наоборот, сами народы, чтобы они не изгалялись над нами уж очень. Да, в этом. Да, и тогда, значит, раб Зейра же для чего это придумывает, да, для… Ну, это не раб Зейра придумывает, а раб Зейра как бы держится этой позиции для того, чтобы прошмыгнуть между этими. Он ни против кого не бунтует, он никого не подбивает, он лично сам один, как бы, да, у него, по-моему, даже семьи тогда не было. Лично сам один, не на экскурсию, конечно, никогда, но, как бы, всего один он. Никакой Хомы, никакого Береда, его тоже никто абсолютно не подавлял. Вот, да, граница открытая, безвизовая. Вот, не знаю, когда с визами был. Вот, так, тогда, значит, опять же, шарик налево, да. Значит, теперь Рав Юда что-то скажет. Вы Рав Юда им таиру в им таирурукти. А, он говорит, там живут воения, им таиру в им таируру, да, не будите, не пробуждайте. Не будите по отдельности, не пробуждайте вместе, ну и наоборот. Там же, там, туда может и отдельный раб Зейра, то есть там мы поставим заплатку и против отдельного раб Зейра, не то чтобы против теоризма церков. В Арабе Зейра, опять же, шарик направо, да. Значит, Арабе Зейра, что на это скажут? Мибаэ лейлих дарабелеви. Дамар, шеш вот алалу лама. Он говорит, да, теперь им таиру в им таируру, да, два. Теперь у нас два умножить на три получать, это три раза сказано, да. Два умножить на три, получается шесть клятв, а не три, да. Нам нужно, да теперь надо как-то извернуться ужом, чтобы с одной стороны объяснить все шесть клятв, а с другой стороны, чтобы отдельный маленький раб Зейра через них много пролезть как бы на землю и сзади. Потому что известно, что пролез, куда он делся. Вот. Ну, вроде того, да, вроде того. Зачем эти шесть заклятий? Слат, а ганы да амаран. Три, это те, которые мы уже сказали. Сейчас, ганы да амаран. Эйнах шилой галу этакет. А инах, инах, это, в смысле, остальные, да. Шилой галу этакет. Вешилой ирахуэт. Ирахакуэт. Вешилой галуэт асодлигу им. Так, давайте разберемся, что тут, что тут, что на ком стояло. Значит, значит, три, еще три, у нас есть дополнительно три заклятия. Это раздерегация? Да. А, это, это дело в том, что когда, а, кстати, даже странно, обычно, наоборот бывает. Но, я так понимаю, что это, что это цензурные, цензурные преимущества. Обычно бывает наоборот. Обычно, когда, когда редактор, ну, в смысле, цензор, что в Виленской издании видит слово «глэйм», он звереет, или, ну, хрень. Он звереет и вычеркивает, и пишет сюда «авдэ», «авдэ», «вадазар». Сам он христианин, и себя, и доброхронников не считает. Вот. А тут не знаю, но, как бы… Не-не-не-не-не, какая внутренняя? Это и внешняя цензура. То есть, она в каком-то смысле внутренняя, потому что обычно этим занимаются выкресты, но… Но… Потому что кто-то не способен прочесть, да. А… 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 Но… Но в религиозном смысле внешне. Вот. Э… Так. Теперь дайте поймем, что у нас, кто, на ком все же стоял. А… Нет. Это Раш, я просто его не нашел. Э… 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 Чтобы не открывали конца, имеется в виду, чтобы не открывали времени конца. Так. Не совсем перестал бы… Вот. Э… Времени конца. Значит, он говорит… Раш на это объясняет… Что это очень интересно, да. Какой момент это пророки… Кто эти пророки… В общем, короче, чтобы пророки не открывали Израилю, когда все это дело кончено. Ну, то они честно выполнили. Там мы так не знаем, когда что это сделано. Эээ… 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 Ээээ… Кто тут везде, какие издания, они говорят… Мы стоим в преддверии… Ну, короче, не злово… Я ты думаю, что никогда не кончится, но ээээ… Эээ… Эээмммм… Эээ… эээ… Эээ пьячил shot remembers.. Ээ… Вишилой Рахакуэ, так сказать, по вунам. Да? Значит, первое лишь на Раши, это что но как бы отдалять конец. Отдалять конец, имеется в виду грешить настолько, что Бог решит, что ни у какого порога избавления мы уже не стоим. Все гораздо хуже. А ты перевел вауна в поступки? Грехами, да. Я чертюс. Потому что не я написал, я пропустил, я это редактировал. Лишнафрина, Шило и Дхаку. А, вот это вот интереснее даже. Значит, оказывается, у Раши Раши вообще был большой молодец. У него были несколько свитков Талмуда. Он реально умел встречать рукописи. Он не хитрый. Поскольку Рэйши Далит очень похожи, это богатый материал для ошибок и переключений. Да? Значит, похоже на то, что у Раши были свитки. В одном из какого-то мы смотрим. Дали там другой Рэйши. Лой Рахаку, это Кэц, Шило и Дахаку, это Кэц. Да? Чтобы не приближали на Бат, не, не, как бы, ускоряли, не пытались выскорить. Вот. И тогда, тогда, Лишна Хрена, Шило и Дахаку Гарсина, Лашон Духэк, Шило Гербу, Петахану Нималька, Ахьотер Медай. То есть, имеется в виду, что не надо молиться чересчур много о том, чтобы, программа будет немножко сюрреалистическая. У меня, как бы, видеоряд будет такой, такой немножко странный. Вот. Значит, я еще никак не могу в кадр. Вот. Что, имеется в виду, что не надо чересчур молиться, как бы, о приближении конца. Ну, о приближении, ну, хорошего конца. Вот. Значит, а другого не может быть. Сразу, вспоминаются все эти хасидские разворота, да, да. Ну, Кубера, например, есть, конечно, гугл-магог, где-то подробно описано, когда про заговор хасидских садиков по осуществлению, собственно, окончательного избавления. Они там умерли, В один год, как бы, сейчас уже не помню, Кожинский садик, и все что-то. Ну, именно, три садика было, которые, как бы, заговаривались с собой. Значит, они, довольно плохо. Вот. шилой-галуэто сад, чтобы не рассказывали тайны, чтобы мы не рассказывали тайны. Амрыла садгайбур, амрыла садгайбур, садгайбур. Значит, ураше есть, опять же, две версии. Одна из них, это садгайбур, да, как годы, как высоко седьгоды. Какие годы высоко, какие нет. Некоторые мудрецы знают эту тайну, но не знают. Насколько календарей. Календарь – это не тайна. Ничего порога. Только тайну что в этой идее? Тайну нельзя. А календарь будет. Тайну как бы вырабатывался календарь, если бы все было так, как надо, а не как сейчас. Ну, ведь на самом-то деле этот трактат мы не учили, но у нас есть трактат Роша Шана, где довольно, ну, насколько можно подробно описано, как это все осуществляется. Это же не то, чтобы мудрецы осуществляли специальные мудрецы, которые выбирали а. в астрологии, б. в даже не знаю, как это знал. Вот. Вот она, вот примерно, примерно она. Тайна Роша Шана. Тайна Роша Шана. Значит, который в соответствии с а. астрономическими наблюдениями, и б. климатологическими наблюдениями Аристалли, будет этот год високосный или нет. Это конкретно. Они не такой соответствий. Не календарь, они не календарь писали. А в Адаре выносили решение. То есть, в Швадь, в Швадь собирались, обсуждали. А в Адаре выносили решение. Адаре, конечно. До Пури. Неданого до Пури объявляют у нас весна или еще зима. Я боюсь, что в этом году был бы третий Адар. Судя по тому, что тут происходит. Вот. А по второму объяснению, которое кажется мне несколько более вероятным, имеется в виду смыслы Торы. Почему Тора говорит, что это прилипает. Так. Хорошо. Это мы обсудили шесть заклятий. Итого. Первое, самое главное. Ни в коем случае не устраивать никакого тяня. А второе, это значит, ни в коем случае не устраивать никаких бунтов. Третье, чтобы нас и единственное, которое, значит, не к нам, это заклятие их, чтобы они нас не присняли через чью. Дальше вот эти три. Не приближать конец, или не открывать конец, или не удалять конец, и не раскрывать тайну. Это три. Тогда еще остается, потому что они первые нарушили, и теперь могут делать то, что угодно и заниматься сионизмом сколько хотим. А когда они первые нарушили? Что? Сионизмом-то занялись меньше лет 50 до этого. Нет, ну они у нас были нарушили. А погромы? Ну, погромы, это дело, явление места. Еще бы, это самое, они из Испании вспомнят. Да. И хрестовые, походу. Да. А чего они? Я не знаю, но поверьте, меня коротко. То есть, примерно лет тысяч у нас как бы уже открыто, как минимум. невероятно. Открыто, возможно. То есть, сионизмы мы могли бы побьюти еще на то же. Короче. Да можно восстание Барковки вспомнить? восстание Барковки никак не может вспомнить, потому что начали тут первые однозначно мы. Вот. Ну, подумать, они же ну и что, а незнание заповедь не освобождает от ее соблюдения. Слышишь, не знали. Надо было узнать. Пошли бы к любому раввину, спросили бы, он бы сказал. Ну, пожалуйста, у нас соседи как раз с этим снимают. Брит, это, там, ламп. Руба на иноуах там, 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 ну вот. Ну, еще раз. Во-первых, им можно. Нам нельзя. Да, евреям можно заниматься сионизмом, это вижу я. Вот. Их никто, их, никто не заклинал. Если они не бьют нас палками, то они уже все свои обязательства покатывают. Вот. Вот. Так, хорошо, далее. Иоанн и тлато, та-та-там, па-па-пам. Да. Слойка садьгоим. Бэтсваот обаялота сады. Чем он заклинает их? Он заклинает этими серными газерами. Полевыми. Амара Белазар. А, не, не, Амара Белазар, да, это первый Рабелазар. Амар лая макадошь бургули и сраэль. И матем мекаймим эташуа, мутап. Веймлав, аним матир эт бсархэм, кацваото, каилу, тасады. кто тут первый начал? Амара Белазар. 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 И тут, кстати, в память тут же всплывает, разумеется, этот самый преснопамятный Бархов по рассказам из Руршалов. Реально советую прочесть. Где это висит? Где-то на месте висит. Я висит. Он выходит на бой и говорит Богу, не помогай, но не мешай. Это центральный его, собственно, центральный его лейтмотив, так сказать, что мы тут сами справимся. Ты не будешь вмешиваться ни на чьей стороне, мы справимся как-нибудь. И мне кажется, что это вот на это это, собственно, что и завязано. Он матерат в Сархэм, не то, что он как бы говорит, что я сейчас всех молнию убью. Это вы не выполнили, но мы им тоже разрешим тогда, как хотят. Тут вопрос большой, кто первый начал. И правильно ли он сделал, главное. Не знаю, я, может быть, туманно выражаюсь, но я не думаю, что тут ясность полезна. Амар Абелазар. Да, Абелазар, разумеется, как разумеется, тоже вавилонянин, эмигрирующий в Израиль. Да? Это вавилонянин. Я говорю, тут в этом израильских дешевле был непродохнуть от способных вавилонянин, которые как бы захватавшихся этих цианинских идей, приезжали сюда. Ну, потому что, опять же, и получившие вавилонянин приличное образование, да, возможно, даже из небедных семей, приезжали сюда. Нет, серьезно. И это как раз можно понять, потому что наша субья пока пока двигалась в одну сторону, да, мы начали совсем заздравить, что, типа, кто здесь не живет, тут урод и безбожник. И тут немножко, значит, эти вавилонянин несколько сложились, говорят, что как-то урод и безбожник, типа, мы же тут умные, на самом деле, как бы, чего это вдруг у нас так? А наоборот, а, говорят, а это потому, что бог там это самое, и так далее. Выдумал там все эти, все эти клятвы, там заклятвы. Но напряжение-то остается, да, то есть, как бы, способные еврейские юноши вавилонии, они же читают и то, и это, ну, читают, слышат, и начинают задумываться, а с одной стороны, все эти клятвы можно легко объяснить вот так и вот так, а с другой стороны, про то, что не живущий в Израиле безбожник никто не отменял. Может быть, ибо в результате в палестинских решениях было не протолкнуть молодых способных юноши вавилонян с трудом главивших еврейских еврейских. Но остаешь у себя огромную память как бы вот тут Рапия, Рав, который долгое время живут здесь, вот Рабелазар, опять же, тысячи Рабзейра. Угу. Да. А Марабелазар, теперь, значит, мы обратно, маятник качнулся немножко в сторону того, что сионизм не в коем случае плохо, а теперь, значит, наоборот, обратно идет. Потому что, опять, выступают же уже те, кто уже приехал. Рабелазар, он как раз из тех, кто в ланян, которые в Рахадаре. Вот. И этот самый Рахадар говорит так. Марабелазар. Коль гадар в эре-цесраэль шаруй было овон. Рабелазар говорит, всякий, кто живет в земле Израиля, типа, типа, безгрешен. На нем, грех к нему не липнет. Потому как сказано в Ишаяу и не скажет он, что вот заболел я. Тот народ, который в ней живет, ему прощаются, как бы, прощаются. грех к нему, это не все прощается. Вот. Амарли, роули, раваши. Анаан. Саулих, халаим, матанинан ла. Опять же, действие переноса, это было, это было в Квере, да, Рабелазар, один, наследник Рабелия, Йоханана, на этой Квере, он говорит, ну, кто у нас здесь живет, тот может, можно считать никаких грехов, просто, ты слушаешь, идите, переходят обратно в Лавилон. Там они, значит, это Рова и Раваши говорят, а мы-то как? Мы с этим жить-то будем дальше. Да, они убеждены, но они антисионисты, по всей видимости, да, они сюда даже не приезжают ни разу. Вот. А он говорит, а мы тут это про, про болезни, мы, мы это про болезни. Ну, потому что там сказано, вот, халитий, там меньше болеют. Ну, и действительно, климат здесь более здоровый, чем в Лавилоне. Климаты менее здоровые, чем в Лавилоне, они в то время не знали. Да, Лавилон это страна мертвых. Как бы, это болото, это характер, это жутки, жутки, там даже в Винане, там не растет виноград, это ужасно. И вам похмелялись. Мы с тобой об этом говорим буквально недавно. Похмелялись они пивом. Да, это, это жуткая страна. Не нужно. Да, там и оливкового масла практически не достать. Короче, там, там, там жить нельзя. Это плохая, очень, очень плохая страна. Но богатство. Вавилон. Вавилон, это, описывается во многих, кстати, описывается, как страна мертвых. Как они там жили, непонятно, но очень богатые. Ну, со страшной силы процветают. И там написали, оливкового. Между тем. Как же? Вообще нет. Да. Вот. И дальше как раз про это. Амар Рав Анан. Всякий, кто погребен в земле Израиля, как будто бы погребен под жертвами. Рава. Тиваха. Мизбеах Адама. Таселен. Ну, известный, известный, ститут Шмот. Земляной жертвенник. Сделаем не. Это, помните там, где там, паршатным шпаты, нога. Не делая мне золотого и там, серебряного, а делая мне земляной жертвенника. В. Мизбеах Адама. Таселен. Тива там. в кафар адмато ему так, а вот это интересное это широта Азину дворим ламет бет нахон? ламет бет ма? а наверное следует читать так как и народ его искупил землю ну нам тут не суть там явно речь о каком-то нашествии врагов и все такое вот он говорит, что даже кто убит и похоронен на земле Израиля ему приложило слово Адама там дальше Гзара-Шава дадим им поставить Гзара-Шава а Мисбех Адама это же одно и то же значит это же та же самая земля вот он значит вот в этой земле сырой лежит а эта земля сыра это собственно и джентльник и есть ну это не каждая земля сыра я только извиняюсь которая сыра там найдем в Украине не годится а вот это вот наш кусочек это как раз самое оно не очень сырая сухая я могу сказать да да ну да ну да пошли то есть он то есть он как жертвовал нет 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 имею в виду просто просто некоторые убитые некоторые убитые в ближайшей земле он это бог а первым сказанным это о боге нет нет еще раз нет в стихе сказано но не важно еще раз Ань ты отвлекись сейчас от этого от этого мысли я не знаю и никто наверное не знает что написано в Шарата Азиму на самом деле нас волнует Шарата Азиму конечно я здесь я по тексту я вот это я про тексту я пытаюсь смысл поднять смысл смысл простой смысл такой а первым сказанным кто такой первый хорошо первый это тот кто погребен разумеется а что значит кто это как бы того понимает что насильный ценность ну вот он говорит что Бог взыщет как бы за кровь своих рабов и скупит землю и народ свой там важно слово земля больше ничего там я не читаю все целиком но там речь явно идет о том что происходит некоторое нашествие врагов все умерли я не говорю о том я пытаюсь понять смысл любой переводы как ты это понимаешь как-то да ну кто-то понимает очень просто потому что в первом стихе написано про Адама и в первом стихе написано про Адама и тогда мы погребенных в земле которых искупает эта самая земля или которых Бог искупает через землю через погребение сравниваем с жертвенником, который делает историю самой земли, через эту землю просто, да, 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 он говорит, что тот, кто погребен, все равно, что погребен под жертвенником, или даже внутри жертвенника, а почему там, а почему, а почему первый, а я не знаю, что там написано, опять же, это не мой перевод, а моя редакция, не знаю, где я взял, потому что здесь написано «ктива там», а, что хочется сказать, это более-менее понятно, что на земле Израиля, несмотря на то, что, по видимости, никакого храма нет, да, ну, там, все же осталось, там, какие-то, какие-то адресные коты, там, и все дела, на самом деле, святость продолжает почивать точно так же, как она почивала когда-то, когда там были, и каждый, кто погребен в этой земле, он реально погребен внутри храма, ну, вот как христиане хоронят под плитами церкви в этом смысле. Конечно, конечно, об этом и речь, под жертвенник. Ну, то есть сама земля, в некотором случае, работает под жертвами. Да, сама земля, совершенно верно. Совершенно верно, совершенно верно. Да, конечно, конечно, мы можем выйти, мы можем еще немножко порассуждать, выйти на, собственно, искупительные жертвы, да, потому что этот кипир, это очевидно, имеет отношение. Прости, даже так. Я не знаю, откуда здесь взялся первый, извините, не знаю, я не знаю. Там сказано «ктиваха» и «ктиватам». Смотрите на еврейское. Здесь написано и там написано. Не знаю, откуда первый взялся. Не знаю. Вот. Кипир Адматамов. Ула как раз часто посещал землю Израиля. Часто проездил. Но помер не тут. Ату Амрули или Раби Лазар. Сказали об этом Раби Лазару, о том, что он умер. Амар Ант Ула Аля Дамат Меа Тамуд. И он сказал «вот Ула умер, ты на нечистой земле». Это же тот же самый Раби Лазар, который говорил все предыдущие. То есть, как бы и прожает, и там правь, все. Он говорит. Амрули Ару Ноба, ну, сказали, ну, его же привезли, все же по крайней мере. Здесь по крайней мере. Гроб приехал. Амар Лаэль. Это не то же самое говорит, что земля Израиля его приняла до, при жизни или по-по-по-шински. Быть похороненным здесь, это, ну, конечно, хорошо, а лучше, чем в каком-то Вавилоне Баршевом. Да, ну, лучше и жизнь прожить даже. Что-то вылезет. Ну, собственно, ну и дальше они же все время, все время так и будут. Те, которые здесь, мне говорят, ну, мы тут самые крутые, потому что у нас тут земля такая вообще самая крутая. А вы там в Вавилоне, ну, вы, конечно, все говорите. И помрете-то не как люди. Там дальше еще будет, мы этого явно не успеем, но там будет, потому что и не воскресно. Мертвые за пределами земли Израиля не воскресают. Но нам дальше, дальше. И сейчас, сейчас я просто не хочу прерывать связь с Угьи. А у Гавра, Денафлали, Ебама, Бейхуза. И вот некий человек. История про некого человека. Про некого человека, у которого... Ну, идея в том, что у него умер брат. Брат не оставил детей, оставил жену, но не оставил детей. Эта жена, действительно, вроде как ему ебама, да, он должен о ней женить. А она... Эдик Зевец, как я знаю, где. Как он, Крыжополь. Бейхуза, это даже по Вавилонским мир, это довольно далеко. Это такой, Кырказистан, это Средняя Азия, которая строит. Это же доезжай, что ли? Ну, вроде того, да. А вот где-то вот такой крайний север в Вавилонском империи. Бейхуза. Ну, вот что-то такое. Атали камейдра абханина. Амарли... Это что, там дальше Эстония будет? Серьезно? Я совершенно не шучу. Атали камейдра абханина, амарли. Мау, Лемейхад, Валерий Лима. А он живет здесь, нормально, у нас так, как в двери, там, как-то такое. Приходит к камейдре, говорит, ну что, мне ехать с Еженис, что ли? А из нее эту катапедовку как-то владеет. Нет, она никуда не собирается, как ты понимаешь. Амарли. Брат этого, значит, урода уже женился на какой-то гойке. Она не гойка, она еврейка, только из Бухары. Вот. И уехал. И из-за этого, разумеется, умер. Да, из-за того, что он покинул Израиль и уехал в какой-то Бухару. И благословен Бог, который убил его. Теперь этот меня спрашивает, что я пойду туда. Ну так и он тоже, наверное, помрет. А что ты меня спрашиваешь? Ну, я сейчас понимаю, Шамрон, что же РССС? Что же это? Шамрон. Тексты на самаритянке? А, Кутит. Дело не в этом. Он ее Кутит просто так называет, как обидное прозвище. В смысле, что она не на самом деле самаритянка, а на самом деле она, конечно, еврейка. Только живет в Бухаре. То есть не в Шамроне? Нет, конечно, не в Шамроне. Они живут в Кузистане. А Кузистане, например, на Бухарах. Ну вот. Так. Ну, я извиняюсь. А, дальше они, значит, еще следующие хитрые ходные провелания они делают. Равьюда, это тот же самый Равьюда, который запрещал Сеонид. Так же нельзя переезжать из Москвы в Питер, так из Питера нельзя выезжать в другую сторону, что я имею в виду. Как из Израиля нельзя переезжать в Вавилон? Как из Москвы в Питер, как передали, что в Москву в Москву в Вавилон, это не Питер. Нет. Из Питера уже. Он говорил, что из Вавилона нельзя, но из Вавилона нельзя именно из-за чрезвычайной святости. А Вавилон сам, он тоже имеет некоторую святость столицы, так сказать. Вот из него в Кург там был. Да, да, да. Вот именно. Вот как-то так. Это, кстати, удивительный совершенно феномен. Вавилонские МДЦ дико стараются сравнять себя, как бы, сравнять свою землю в Вавилон, как бы с землей в Заяр. Например, есть известная телега про то, что запрещено держать мелкие спорты земли в Израиле. Потом подправят поля и происходит опустынивание. В Вавилоне, разумеется, ничего такого не происходит. Там совершенно другая природа. Там воды море, да, две больших реки и каналы между ними. Да, там никакого запустынивания не будет, даже сколько ты их там не разводить. Но они принимают, чтобы быть похожими на... Да, они принимают такой же закон. Вавилон тоже нельзя. А время, пожалуйста, посидеть. И мясо исключительно аргентинское. Даже в жертву приносит только аргентинский парад. Потому что больше нигде нельзя. Ну, еще вот нельзя, но крупный-то можно. Крупный можно, а баран-то на песах-то из крупного будет приносить. Нельзя из коровы. Можно только берегненка или котом. Да, привозили из Египта. Из Египта, понятно. Там две недели можно держать, которые держат. Так, Эстония. Я обещал Эстонию. Сейчас будет Эстония. Раба в Равйосе. Да, Амры Тарвайгу. А филами Пумбудита лебедкувы. Да, а Раба и Равйосе оба говорят, даже из Пумбудита нельзя выезжать в этот бедкувы. Ну, типа в область. Ну, из столицы, ну, грубо говоря, из еврейской столицы в еврейскую область. А Пумбудита – это не то, что прям Богдат. Но по-еврейски из Одессы. Ну, как-то да. Из Одессы там. А Филы пумбудита лебедкувы. Шамты и Рав-Юсэйф. Да, и некто, который уехал из победителя Витку, и его отлучил Рав-Юсэйф отлучить. Поэтому не отлучили. Это дело. А? Жестко, да. Вот теперь Эстония. Хауды нафак мэкомбедита ле Эстония? Извините, но так тут написано. Так тут написано. Может, она как-нибудь по-другому произносится, но написано. Шахиб и помер. Ама-Абайе и ба-и га-и цуроми ра-бону. Абайе сказал, если бы этот ученый муж хотел бы, он бы остался жить. Если бы остался победитель, не ехал бы ни в какую Эстонию. Вот. Раба в Рав-Юсэф, да, мы торваю. Раба и Рав-Юсэф оба говорят. Кширим шебе ба-вэль, эра-цесраяй кола-ттан. Ой, мы, вот, давайте мы пропустим вот этот кусок. Там будет сложная разборка про всяких тюксим. Пропустим буквально две строчки. Окей. Ама-Рав-Юда. Вот, вот, вот с этого места интереснее. Ама-Рав-Юда. Коль-ха-дар ба-бэ-вэль. Кил-у-дар ба-эр-цесраяй. Ну, этим должно было кончиться, правда? То же самое Рав-Юда, это я подчеркиваю, то же самое антисионист Рав-Юда. Это говорит, ну, они не могут, невозможно жить сознанием, что мы плохие. И никто не может. А ты? А ты вон, это вилья. А, да. Ну да. Ну да. Вот. Дальше он говорит, и дальше мы прошли полный круг. Мы прошли полный круг, он говорит, всяких, кто же отбывал, ну, нет, все равно, что он живет в Израиле. Никакой разницы. А что Рав-Ра-Безы? А и отдельно, тот, кто пытается переехать отсюда сюда, нарушает, нарушает, нарушает. Это то, что он сказал в начале. Вот. Амарав Йеодат Адам, шины мара, Как это по-русски переводится? Ну, после того, как он спасся бегством, те, кто избежали от мерки, они сбежали. Бежали в Вавилон, и теперь Сион находится под, по сути дела, в Вавилоне, где бычь. Да? И вот дальше написано, Амар Абайе, Нактинен, Бавэль Лоу Хазьеха Влей Машиах. Нактинен, это было, по-моему, в прошлый раз. Нактинен, значит, у нас есть верная традиция. Держим в руках следующее. Нактинен, это буквально хватает, держаться. Значит, есть у нас такое, что в Вавилоне не будет мессианских мук. Машиах придут сразу, так сразу, радостно, все нормально. Сразу здесь на волшебные самолеты улетают в Израиль. И все. А в Израиле будет тем временем война Гога и Могога, вот это все. Да, в Вавилоне ничего не будет. Нет, еще раз, еще раз, да, читать, кто говорит. Если говорит, это Абайе. Абайе не собирается никуда уезжать. Тыргама в том смысле, что, ну как бы, применяли этот принцип в этом смысле. Город Уцаль. Бенгамин, я так понимаю, потому что там просто большинство жителей было выкоплено из Калина Бенгамина. Это вавилонский город. Город в западном Вавилоне, более-менее. Один из, один из таких старых центров, старых центров Торы, там древние, старые, старые центры Торы, был примерно в, еще в Танайские времена, да, он, 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 он как раз сходит со сцены после, после появления вот новых центров Суру, Пампетит и вот этого. Ну, что-то так вот, да. Тыргама в Цаль Добенеи. В Карула, Каруна Дашиз, вот так, его называли Рогом, ну как там? Переводил вымок в Суру. Ну, можно и так, да. А Керен, в смысле, Керен завид. Это да, это, это, корень шазавна рамейского, это все, что ля-нях, ля-зу, ля-нях. В хорошем смысле, как вы. Сейчас, я посмотрю. А, Карули, а, Карули, Раш объясняет ли ему там машиах. Хессианскую эпоху называли, вот этот, Каруна Дашиза. Хотя, я, я тоже пока не понял. Хессианскую эпоху так называли? Пока тоже не понял, почему я. Сейчас, что-то. Время, что я... Карули... Карули... А, ну, да, нет, имеется в виду, именно, конечно, конечно, я не знаю, что имел в виду Раши, но понятно, что имеется в виду, именно этот царь. Это был официальный царь, как бы, его не будет, его не затронут, вот этот Павлей Машеев. Так, вот дальше самое интересное. А у нас уже время кончается. Амар Раби Элязар. А, опять же, тут практически, практически идет диалог между двумя, на самом деле, между двумя людьми, да? Раб Юда, который никуда не ехал, не собирается идти к ним, и Раби Элязар, который как раз уехал, возможно, в молодость, сюда, и говорит от имени таких Олим Хадашим, что это за Сраэль, опять-таки. Вот. Теперь, значит, шарик, шарик налево, да? Значит, на Западе. Раб Иль Азар. Раб Юда отговорился, да? Он говорит, ну, мы тут в Вавилоне, это практически то же самое, что Земля и Израиль, только лучше. Потому что в Земле и Израиле там будут еще какие-то войны, там, гугмагуг, там, вот это вот все, а у нас тут вообще ничего, типа, походу. Вот. Башев прям сразу придет, где всякого этого не бывает. Вот. Теперь, значит, ему отвечают, а, теперь обратно отвечает, колесо идет обратно. Амар Абелазар. Это волшебное, революционное, абсолютно радикальное заявление, он, люблю, дай. Вот, он говорит, ну, за пределами знаний не воскреснут. А вот так вот. Амар Абелазар. Это же Эр-Ц-Хаим. А все другие. Время, ну, как правило. Цвы, это, я так понимаю, некоторая жизненность, силу, яркость, красоту. Да, Олей, но, Олей, конечно, но, но, когда говорится Эр-Ц-Ц-Хаим, это не имеется в виду, страна Алиния, Алиния, а имеется в виду, страна прекрасная, славная. Короче, короче, не воскресно. Мэй-Ти вра-Ва-Бар-Мэ-Мэ. Их-Ю-Мэ-Тэ-Ха-Ни-Влаты-Я-Кумун. Это, где такое, вишаяу. А, окей. Их-Ю-Мэ-Тэ-Ха-Ни-Влаты-Я-Кумун. Воскресно, ну, оживут мертвые твои и ласканут трупы. Мэй-Лав, их-Ю-Мэ-Тэ-Ха-Мэ-Тим-Шэ-Бэ-Я-Вэ-Ц-Ц-Ц-Ра-Е-В. Разве не так это следует понимать, что вот это удвоение, да, как бы, мертвые твои, это те, которые в земле. А падаль всякая, это та, которая за пределами земли. Ну, и то, и другие воскресные. И эти воскресные падали. Мэй-Ти, в том смысле, что он возражает нас. Ну, это чересчур ртыкально. Но это, действительно, все-таки, это уж очень как-то так. Ну, стрёмно даже, я бы сказал. Окей, ума и вонатати Цвиба Эр-Ц-Ха-И. Такое, а что было про вот это вот вонатати Цвиба? Он говорит, если мы понимаем, что, если мы хорошо понимаем, и у нас есть стих, на который мы можем воскресать, что и эти, и те воскресли. Тогда о чем тот стих, который приводил мой оппонент? Он говорит, а это как раз не о хорошем, это как раз о плохом. Там как раз цви в прямом смысле слова, как о лей. Значит, потому что сказал Бог, Васяр, «Наведу я на вас царя, который легконог как о лей, быстро как о лей». А, Амар Лей Раби, Амар Лей, а, подожди, кто кому сказал? Амар Лей, а, это не фиктивный, это настоящий разговор. Этот Раби Лей Азар и Раби Аббар Мейбли, по-моему, они обуви вилоняне, если я не ошибаюсь, по происхождению. Сидят в свете, и разговаривают между собой. Все умрут одни, мы только мы тут это воскресли. Он говорит, ну как же, спокойно, подожди, подожди, подожди. Тут сказано вот так и вот так. Тот ему говорит, Раби Лей Азар говорит, «Подчеркнут уважительно, Раби». «Микра хера ни дуреш». А у меня есть еще один стих, спокойно. «Но тенна шама ле ам алиа в руах ле Ольхимба». Это где-то такое, тоже где-то в Ешаяу. Ну, алиа иба, это явно про землю, да, говорится? Я не буду даже сейчас смотреть, то, что-то выгибал. Даю я душу тем, кто ходит по ней, или там живет на ней, что там было. А, народу на ней, и дух тому, кто по ней ходит. То есть израильцянам дает, а всем остальным не дает. «В эллах акты и в невлате и кумун», о чем тогда написано «Падаль воскресень», ну, «Карстанин». «Ау бенефалим, удэкты». Это написано про выкидыши. Здесь не вавилонских выкидышей, а наших, израильских. Израильских. Они и люди, и не люди, да, у них вроде бы как уже какая-то душа вошла на третьем месте. А родиться они как бы еще не успели. Вроде как. «Воскрес, потому что я не воскрес». Ответ «Воскрес». Вот это то есть. Прогиб. Но это про тех, которые в земле Израиля, я подчеркиваю. Никаких там это... Это теперь шарик обратно, да? А раб, тот, кто говорил, что нет, все воскреснут. Тогда про что вот этот стих из Ишаяу, что он дает душу только тем, кто по ней ходит, этому народу и тем, кто по ней ходит. Ну, по второму стиху, который приводит Раби Назар. Сейчас. Майя, говорит, «Ми баэли, лихты рабя бау, дамар рабя бау, а филуши в хак на амидши бээрэцэсраээль, муфтахла ши батаулама ба». Она знает, как она говорит. Нет. Мы, конечно, нет. Ну, воскреснут все, да? Она говорит вам. Которые в Нью-Йорке, они тоже воскреснут. Но у нас есть отдельно, вот в земле Израиля, есть такая тоже отдельная сагула. Даже нееврейская рабыня, которая у нас здесь, она точно войдет в будущий день. А чернокожая, неважно какая, в Нью-Йорке не войдет. А где у нас? Где у нас кто войдет? Ну, в смысле, там может войти, а может не войти, а у нас обязательно выйдут. Активаха лямали, а вактиваха там, шулахэмпо иммахамор. Амадум эля хамор. Да, это сказано про жертвоприношение Ицхака. Когда они добираются все до горы, это известная телега, да? Когда Авраам говорит своему сыну Ишмаэлю и своему рабу Илезеру, неевреям. Оставайтесь здесь со словом. Им можно подчесть как Ам, да? Там так же пишут. Вот. Поэтому считается, что эти самые Гуи, они не туда чертят. Амахамор. Амахамор, ну да. Амадум эля хамор. Народ, подобный ослам. Так вот, этот народ, подобный ослам, это тот народ Ам, Амалея, который упоминается в стихе Ишаяу. Даже последний раз, последний ослоподобный чурка нерусская, попав сюда, а за это выходит в будущем. не только живет, но каждый, кто прошел четыре шага по земле Исрая, он уже, уже считай, попадет в будущем. Зор, а тебе нужно просто за деньги продавать. Черт с ним, храните по последнему, а разницу можно двигать. Самый главный, самый острый вопрос. Так, спокойно, но у нас же был, я не знаю, да хоть Абайейрова, который там жить никогда в Израиле не был, хоть Раваши, хоть там еще Хасидский все эти самые, куча народа достойного, которые никогда в жизни не были никакой, никакой земли не было. Чего они, типа, не воскреснут? Ятное дело, он это редактор там, верлунский редактор, он говорит, Раби Леонидов хорошо говорит, он тут сидит, просидел большую часть жизни в Твеле, и ему, он реально понтуется, как бы, перед нами, значит, Павелоняновым. А нам-то что сказать-то, мы же хорошие, в сущности, нам нужен, этот будущий мир, нам нужен позаряд, что теперь, его не будет, все. Только потому, что мы не съездили там в турпоездку, как бы, нет, ну, нечестно, получается, нечестно. они будут перекататься, там, под землей, значит, они, да, нет, они, воскреснут, воскреснут, они в земле Израиля, потому что больше нигде воскресенья вообще не будет, да, и будет только в границах, вот, интересно, в зеленой, в зеленой черта, воскресенье произойдет только в границах государства Израиля, это южно-мясно. Бруклина перекатывает. Да, и вот, значит, все здесь этот народ, значит, достойный вполне воскресенья, но, к сожалению, умерший, живший и умерший не здесь, мы наимем перекат, про Бруклина они тебя даже не знают, а то бы им самим, наверное, страшно бы стало, вот, а то он уже не поближе, да, на карту пойти рядом, вот, ну, ну, да, это Гильгуль, Маткифла Рава Аба Сала, Сала Раба, видимо, его так звали, Аба Сала Раба, Гильгуль, это Ким Цару, ну, это же, ну, они правильные, они, может, и не заслужили всего этого, да, то есть, они, может, не наработали, но вот это вот, 20 тысяч километров как бы под водой, из Бруклина, вот, Амара Баея, из Бруклина, может, и под водой, Амара Баея, Михилот на Асотлае, Бекарка, он говорит, там будут такие туннели, типа метро так, ну, вот, они в целом с удобством, то есть, то есть, как бы, царь, конечно, но небольшой, и примерно как в очереди отстоять в будущий мир, мы попадем, типа, без очереди, а они, типа, после, после некоторого переезда к метро, а мы сразу, вот, ну, если удаст, то есть, понятно, так, мы, выносатим имицаем, выковарти, бекуратам, ну, все, значит, на этом мы явно заканчиваем, там дальше уже некая другая, другая разборка, посмотрите по-русскому, это вся, вся субья, вся тема ужасно интересная, мы заканчиваем, это, чего Permitting Recording, а как мы, а как нам это, кого сделать? Делать. Делать.